Дорогие участники форума, дамы и господа и друзья, Мы начинаем нашу секцию, которая называется «Принципы и модельные правила современного частного права. Система координат». Прежде всего, я бы хотел очень краткое вступительное слово сделать, а затем я расскажу об основном содержании нашей дискуссии. Потом выступят спикеры с презентациями. У нас пять докладчиков, три представителя России, один из Бразилии, один из Германии. И я представлю их более детально перед тем, как они будут делать доклады. Выключился звук. Основная идея нашего заседания заключается в следующем. Я сейчас попытаюсь изменить слайды. Я не могу слайды менять, не получается у меня. В течение последних Ну, 20, я думаю, лет Очень важными проблемами была гармонизация частного права в Европе. И прежде всего, большое внимание, конечно, уделялось договорному праву. Если мы говорим о гармонизации, то существует официальный уровень и неофициальный уровень. Официальный уровень, прежде всего, это директивы Европейского Союза, особенно в области закона для потребителей, основное содержание закона потребителей. Можно сказать, что мы даже очень много внимания уделяем потребительскому праву. А затем неофициальный уровень. Это так называемые модельные законы. Как вы знаете их достаточно хорошо. Вы знаете все принципы европейского договорного права, принципы международных коммерческих контрактов, принципы унидроа, принципы ОПИК. И затем наиболее современный и наиболее важный проект – это модельные правила Европейского частного права. Этот проект будет основным проектом, который мы будем обсуждать в рамках нашей дискуссии. Это может быть несколько странное название вот этого общей системы. Это проект общей системы, который фактически разрабатывался группой в Европе. И цель разработки этой общей системы заключалась в том, чтобы подготовить Европейский гражданский кодекс. Фактически гражданский кодекс – это не совсем правильный термин, потому что по содержанию фактически это кодекс, который содержит определенные обязательства. Общая часть, затем договорное право, некоторые контрактные договорные обязательства и связанные с ним темы. И это был своего рода компромисс, потому что, вы знаете, Скандинавия, Великобритания, гражданское право не кодифицировано. Им не нравятся кодексы, и затем они используют какие-то нейтральные термины. Допустим, они используют какую-то общую справочную систему. И фактически это означает, что это общие принципы и общие модельные правила, которые касаются обязательственного права. Итак, содержание достаточно типично для общей части – это договорные и недоговорные обязательства и некоторые области, которые с ними связаны. Каково же значение ввод этого документа? Прежде всего, ДСФР – это результат, интеллектуальный результат. Он был подготовлен группой ведущих европейских профессоров. И, конечно, первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать какой-то проект реального Европейского гражданского кодекса. Совершенно ясно теперь, что это недостаточно реально. Но, тем не менее, это хороший источник для законодателей, для национальных законодателей. И я очень рад, что ДСФР – общая система была переведена на русский язык. И таким образом был запущен этот проект, о котором потом расскажет Наталья Юрьевна Рассказова. И она скажет нам более детально относительно возможного значения ДСФР для российского гражданского законодательства. Теперь мы можем сказать, что в течение последних трёх или четырёх лет общая система ДСФР, в общем-то, была центром внимания в Европе. Но совершенно ясно, что она не была Европейским гражданским кодексом в настоящее время. Идея заключается в том, что унидра, которые основаны на ДСФР, то есть общий европейский закон о торговле, был разработан на этом основании. Это может быть очень важным практическим инструментом, который будет использоваться в качестве второго национального закона для стран. Наш докладчик Кристиан Шмис более детально расскажет нам о проекте этого закона. А теперь давайте вернёмся к нашей дискуссии. Основная тема нашей дискуссии. Прежде всего, мы рассмотрим значение модельных законов для национализации в рамках нашей дискуссии в Европейском Союзе и за пределами Европейского Союза, в России. Наталья Рассказова, Роман Даталеда и Илья Никифоров расскажут об этих вопросах. И они расскажут о том, как можно применять ДСФР. Например, трасты – это особая сфера применения ДСФР. Светлана Колесникова расскажет нам о трастах. А затем каждый докладчик выступит своим докладом. А после этого вы сможете задавать вопросы. И мы будем подходить достаточно гибко. Вы можете использовать русский язык, английский язык, задавая вопросы. И затем мы также рассмотрим некоторые общие вопросы в рамках нашей дискуссии. Мы будем задавать вопросы, что мы можем рассматривать в рамках гармонизации законодательства, кроме договорного права, что может играть важную роль в области гармонизации. Одна из важных тем в рамках гармонизации европейского права – это защита потребителей. Мы расскажем о том, насколько действительно важно, это с практической точки зрения, насколько важно защищать потребителей в Европейском Союзе, в России, в Латинской Америке. И затем мы рассмотрим более общие вопросы и более общие принципы частного права, как, например, принцип разумности и принцип автономии. И, пожалуйста, вы можете свободно задавать вопросы. И не только задавать вопросы, но и выступать с какими-то замечаниями. Вы можете высказать свое мнение по этим вопросам. А теперь наш первый докладчик. Наталья Рассказова является доцентом зав. кафедры гражданского права СПБГУ. И она является руководителем кафедры гражданского права, как я уже сказал. И она является членом комитета, который был создан для усовершенствования российского гражданского кодекса. И я, в общем-то, могу сказать, что я знаю Наталью в течение многих лет. И фактически она является одним из ведущих специалистов в области российского гражданского права. Пожалуйста, Наталья, я предоставляю вам слово и заголовок вашего доклада. Это ДСФР как... ...и его влияние на российский правопорядок. Спасибо, Павел. Но я думаю, что моя роль в российской цивилистике слишком завышена. Ваших... Вы ее слишком завысили. Я приветствую всех и благодарю за то, что вы здесь. Я постараюсь, чтобы мое выступление вас заинтересовало. И если будут вопросы, прошу сразу мне их задавать, если можно. Хорошо, Павел? Можно так, да? Да, сразу задавать, чтобы потом они не забывались, вопросы эти не смылись. Я впервые познакомилась, наверное, лет пять назад с этим проектом. ДСФР его называют. Но когда мы переводили его, Draft Common Frame of Reference, у нас на сленге называются они драфты. Извините, я буду говорить драфты, иначе я буду сбиваться все время. Вот с драфтами я впервые познакомилась благодаря Паулоу, который являлся членом рабочих групп по подготовке этого документа. И документ произвел на меня очень сильное впечатление. В первую очередь, с точки зрения его юридической техники. Я бы даже сказала, красоты юридической этого документа. Казалось, что было бы неплохо, если бы он стал доступным юристом российским. И наша кафедра гражданского права почти в полном составе начала работу по его переводу. Эта работа была, как принято говорить, у нас проведена на общественных началах, исключительно на основании личной инициативы членов кафедры. И результат этот уже представлен в виде издания, в виде книги. И помещен в справочную правовую систему «Консультант Плюс», что делает его доступным практически любому юристу страны. В общем-то, в этом и была цель перевода. Я не знаю, насколько аудитория знакома с этим документом, но мне кажется, что к нему есть смысл обратиться по очень многим причинам. О них я скажу чуть позже. А вот сейчас главные выводы, которые мы смогли сделать после работы над этим документом, а это, как вы понимаете, предполагает очень внимательное его прочтение, потому что перевод требует тщательности. Во-первых, совершенно очевидно, что российское частное право находится в русле, или, я бы сказала, в близких, родственных отношениях с частным правом европейских государств, и поэтому мы вполне можем понимать друг друга. Это, конечно, очень важно в контексте того, что сегодня называется гармонизацией, насколько она есть, большой вопрос. Но то, что контакты в условиях глобализации юридические все больше развиваются, то, что транснациональные отношения правовые развиваются все больше, это очевидно. Во-вторых, безусловно, эти драфты воплощают в себе современную модель частного права. И для России это особенно важно. Вот так сложилось исторически, что мы все время догоняем правопорядки европейские. В таких условиях, конечно, иметь образец нормативного, позитивного регулирования очень важно, безусловно. Но сразу нужно сказать, что процесс вот этот наш, когда мы догоняем зарубежные правопорядки и хотим все время видеть, что есть какие-то правила, которые так нужны нам, и стараемся вырвать из иностранной правовой системы эти правила, этот процесс очень опасный. Но именно с этой неизбежно наши умы, особенно молодое поколение юристов наших, которые владеют свободно иностранными языками, невольно опираются, обращаются к иностранному праву, пытаются что-то оттуда принести, настаивая на этом. Это опасный процесс. Я чуть позже скажу о нем. Но именно вот в этом контексте модельные правила более приемлемы, потому что они предлагают результат наднациональной правовой мысли. Ведь если вы посмотрите в оглавление этого документа, вы увидите список разработчиков его. Это огромное число специалистов и научных работников, и практиков из всех стран Евросоюза. И воплощенные в этих правилах идеи, идеи наднациональные, свободные от того, что часто затрудняет имплементацию норм иностранного права в отечественное. В-третьих, не могу не отметить, что появление документа является важным шагом на пути примирения двух, но я скажу не враждующих, а двух находящихся, противопоставляемых друг другу правовых систем, то есть системы европейского гражданского права и системы англо-американской правовой. Мы должны сегодня признать, что процесс внедрения элементов англо-саксонского права в нашу правовую систему идёт, и остановить его, я думаю, невозможно. Вот это сближение объективно, оно видно, и надо признать, что оно есть. Но процесс этот нужно направить в мирное русло, потому что мы имеем и уже весьма негативные результаты включения в нашу правовую систему элементов англо-саксонского права. Так вот, чтобы в мирное русло направить этот процесс, очень важно понимать логику, на которой основаны англо-саксонское право. А в документе, который мы сегодня обсуждаем, ведь он был подготовлен и представителями стран Евросоюза, относящихся к системе common law, вот там элементы эти очень мягко, скажем так, вписаны, включены в систему, предлагаемую систему регулирования, и становятся более понятными. Тем более, что книга десятая этого документа специально посвящена трастам. И вот поработав с этой книгой, мы, наконец, вот так немножко у нас прояснилось, что же такое этот легендарный для российского юриста траст. И, наконец, последнее, что для меня кажется необычайно важным. Этот документ представляет профессиональный взгляд на право, на гражданское право, профессиональный взгляд, свободный от конъюнктуры. Это взгляд специалистов, ученых, которые создавали документ, а это модельные правила. Там принципы есть, но основной раздел принципы регулирования, но основная часть, конечно, это, собственно, модельные правила, предлагаемые законодателем в качестве образца. Так вот, те, кто делали эти правила, они были свободны от каких-либо конъюнктурных интересов. Ими руководило, это видно из документа, только профессиональное знание и цель поставленная – дать лучшее регулирование. Не секрет, что сегодня наш отечественный законотворческий процесс находится, я скажу то, что я думаю, в безобразном состоянии. Было бы интересно для того, чтобы поддержать вот свое чувство гордости за наше право, за нашу профессию. Было бы интересно, вот как это ни парадоксально, услышать от коллег из других стран, а у них все хорошо в этом процессе, как у них создаются законы, как они появляются. У нас сегодня процесс абсолютно, ну вот я уже сказала, на мой взгляд, это безобразное состояние. Я для того, чтобы больше не обращаться к этому вопросу, потому что о нем можно говорить очень долго, я напомню российским коллегам о том, что еще в 2005 году, напомню российским, потому что, может быть, они об этом знают, на одном из юбилейных мероприятий юридических в Москве Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда еще представитель, по-моему, аппарата президента, публично со сцены критиковал процесс создания законов и предлагал принять закон о законах, то есть принять нормативный акт, которым бы регулировалась процедура прохождения закона проекта по различным инстанциям, отказаться от анонимности нормативных актов, сделать процесс внятным, что, безусловно, служило бы интересам дела. Ну вот это предложение, такое публично высказанное и поддержанное аудиторией, высокой очень аудиторией, так оно и осталось предложением. И чем дальше, тем хуже становится с законами. И то, что происходит сегодня с нашим гражданским кодексом, не тема говорить сейчас об этом, но вот я вижу ваши сочувственные взгляды на меня, все понимают, это беда наша, причин очень много, но констатировать сегодня приходится, что законы часто очень создаются конъюнктурно, либо в интересах совершенно конкретных структур, в том числе, кстати, и государственных структур, у которых нас учат в учебниках, когда мы на юрфаках проходим и теорию права, и гражданское право, и госправо, нас учат, что государство не имеет самостоятельных целей, кроме как служить обществу. И государственный орган не имеет никаких самостоятельных целей. Но при анализе законопроектных работ и появлении закона мы все сегодня видим, у каждого государственного органа есть своя собственная цель, и он на эту цель работает. В результате мы имеем дикие тексты законов, странные, непонятные. И вот последняя новелла у нас появилась 1 сентября, я с ужасом, ну, наверное, я преувеличиваю, простите мою эмоциональность, но мне удивительно, с какой это вдруг радости с 1 сентября органы юридических лиц, ну, например, директор, станет представителем юридического лица. Зачем? Почему? Есть традиция российская, российского права, основанная на, в том числе, работах классиков наших, Борис Борисович Черепахин, практика справлялась с проблемой, ну да, дискуссия есть, она всегда есть в науке. Почему вдруг в законе появляется такая норма, которая заставит пересмотреть огромное число сложившихся подходов? Ну, это вот один из таких примеров. Так вот, один из примеров просто больных, на мой взгляд, примеров. И на этом фоне модельные правила представляют собой документ красивый, сделанный правильно, с целью дать лучшее регулирование в интересах общества и его дающей. Второй вопрос, который я должна ответить, какое значение драфты могут иметь для российского частного права? Я думаю, могут иметь, могут, подчеркиваю, огромное значение. Во-первых, мы можем познакомиться с духом современного европейского частного права, понять его. И тот, кто этот документ знает, согласится в том, что он построен на принципах, на безусловном признании автономии воли. Принцип диспозитивности там занял то место, которое он, по мнению европейских специалистов, должен иметь в современном праве. И ограничение число императивных норм, рекомендуемых законодателем, минимально. Вот одна из них, она мне очень нравится, и вы ее поймете. Норма из книги третьей документа. Стороны не могут исключить соглашением действия принципа добросовестности. Вот, пожалуйста, императивная норма, с которой, я думаю, согласится любой поборник свободы воли в частном правом. И вот таких норм мизерное количество. В основном это документ, дающий свободу и признающий ее. Но договорная свобода признается только в границах добросовестности. Красной нитью через все книги, 10 книг, проходит идея о том, что право защищает только добросовестное лицо. Что ценно в этом документе? Пошли составители на то, чтобы дать определение добросовестности. Я выписала его, позвольте, я прочту. Добросовестность, книга первая. Стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны. И дальше. Поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе в ущерб, разумно положилась на них. Вот такое поведение недобросовестно. Почему я позволила себе эту цитату привести? Время мое уже практически подходит к концу. Потому что я очень хорошо помню, я вижу коллег, которые подтвердят, которые знают эту дискуссию. Я помню, с каким трудом при обсуждении концепции совершенствования гражданского права и затем проекта внесения изменений в гражданский кодекс проходило предложение о включении в статью 1 УГК прямого указания на принцип добросовестности. С большим трудом, неожиданно, было столько возражений, и основная масса возражений, знаете, на чем основывалась? На том, что если мы сейчас укажем, что все должны быть добросовестны, каждый судья сможет сам решать, что прилично, а что неприлично, что морально, а что нравственно, а что безнравственно. Так вот, обращаясь к тому определению добросовестности, которое включено в эти правила, мы видим, что относиться к принципу добросовестности с точки зрения нравственно-безнравственно – это большая ошибка. Закон вообще грубый инструмент, он не может учесть все тонкости морали и не ценит, и не должен оценивать это поведение судья. Что такое быть добросовестным? Быть верным своему слову. Ты позволил другой стороне положиться на твое поведение, ты должен этого поведения придерживаться. И вот такой подход к добросовестности, я думаю, не может вызвать возражений, потому что оборот – это аксиома, основан на чем? На ожиданиях и оправдании этих ожиданий. Зачем нужна правовая форма? Чтобы ты обещал мне, что мои планы не нарушатся. Я думаю, что в этом смысле, конечно, модельные правила могут рассматриваться как документы, отражающие дух современного частного права. Во-вторых, конечно, это пример высокой документа, созданного на уровне очень высокой юридической техники. У меня нет сейчас времени вам приводить эти примеры, но если вы откроете документ, вы сами это увидите. Почему так важно для нас это? Потому что сегодня, это то, о чем я говорила, совершенно безнадзорный процесс создания нормативных актов приводит к тому, что часто их пишут люди, не имеющие никакого представления не только о технике законотворчества, языка закона, но вообще о юридическом подходе. Прекрасный пример, увы, у меня сегодня очень много прекрасных негативных примеров. 1 июля мы все получим действующий закон о потребительском кредите. Прекрасные цели закона – защитить нашего потребителя-заемщика. Но когда мы увидим его технику, станет грустно. Как у нас шутят грустные на УРФАКе, а как же теперь студентам ставить двойки? Ведь этот закон написан с такими ошибками, на таком ужасном уровне юридической техники, как он применит. Практика, конечно, справится. Но это, безусловно, еще больше роняет авторитет и закона, и законодателя такое отношение. Вот почитали бы они такого рода документы, как модельные правила, те, кто пишут эти законы, может быть, может быть, писали бы лучше. Наконец, в этих модельных правилах есть немало примеров позитивного регулирования, которые было бы неплохо воспринять. За неимением времени я ограничусь только одним. В этом документе содержится норма, в которую включено правило, хорошо знакомое старшему поколению российских юристов. Принцип сотрудничества сторон. В нашем кодексе 1964 года это правило было прямо сформулировано. При исполнении обязательств стороны обязаны оказывать взаимопомощь друг другу. Потом пришел рынок, и мы сказали, да вы что, каждый за себя, зарабатывая деньги. Какой там принцип добросовестности? О, простите, сотрудничества. Сейчас он остался только в одной статье в разделе «Строительный подряд». Вот подрядчик и заказчик, они должны сотрудничать, заказчик должен помогать подрядчику. А составители этого документа нам говорят, вернитесь к ценностям, от которых вы отказались. Сотрудничество, безусловно, это основа. И вообще, по опросам, проводимым организациями ООН по исследованиям, самым лучшим обеспечением является ни залог, ни банковская гарантия, а что? Взаимопомощь, доверие и сотрудничество с контрагентом, длительные хозяйственные связи с ним. Ну и, наконец, последнее, конечно, нормы этого документа являются, их надо использовать, и я думаю, их будут использовать для толкования общепризнанных в континентальном праве положений. В книге первого этого документа вы найдете те правила, которые предлагаются для толкования и норм, и условий договоров. Я очень надеюсь, что этот документ окажет влияние на нашу практику. Но не думаю, что это будет путь через законопроектные работы напрямую. Нет, конечно. Мне кажется, может быть, я идеалист, может быть, профессия моя преподавателя говорит, но это вывод, основанный и на моем очень долгом опыте на юридической профессии. Я думаю, самое сильное влияние этот документ может оказать, если станет на сознание нашей юридической общественности, если он станет предметом публикаций и учебных курсов. Через образование он может завоевать умы, а он того достоин. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья, большое за очень интересное представление. Теперь, если будут вопросы, сразу можно задавать. Спасибо, Наталья. А, соответственно, сейчас… Хорошо. Я просто сижу очень-очень близко, и поэтому я могу нависать. Мне очень удобно, наверное, лектору. Ну, давайте тогда… Не есть… То есть, по сути, континентальное право расползлось по юрисдикциям. Сейчас пытаемся его, наверное, обратно как-то собрать, унифицировать, кодифицировать. Видна яркая работа Евросоюза в этом направлении. И мы, вроде как, позаимствовав многое, да, из французского кодекса, из германского, вроде как бы тоже где-то здесь. Не кажется ли вам это просто рефлекторным возвращением? Вот чисто рефлекторным возвращением, понимаете? Вот в моем… Я когда ознакомился с темой и с материалом, не так глубоко, как вы, мне показалось это несколько вот некоторым рефлексом. И у меня есть еще один вопрос будет. Можно я сразу на этот вопрос отвечу? Потому что, мне, собственно говоря, ответ-то очень короткий. Нет, не кажется. Знаете, почему? Ведь цивилистика, она, безусловно, все время развивается. Но давайте согласимся, что сегодня сделать что-то новое, что-то открыть, невозможно. Значит, надо вернуться к старому? Эти корни, они были, они остаются. И, безусловно, меняются условия применения этих правил. И в этом смысле, вот я скажу, нет, мне не кажется возвратом, потому что это вечное развитие одних и тех же постулатов. То есть право юрисдикции, развиваясь, зашло в тупик? Нет, не зашло, я не думаю, что зашло в тупик. Просто условия таковы, что нужно гармонизировать, чтобы было удобнее жить сегодня. Вот так. Я понял. Спасибо большое. И у меня еще будет один вопрос. Вы достаточно много говорили про конъюнктурный подход к, скажем так, к созданию законов. Вот смотрите, как вот, опять же, вы считаете, наверное, даже сейчас не как цивилист, а как гражданин, должно ли право быть утилитарным? Либо право должно быть, скажем так, чистым не как цивилист, а именно как гражданин, живущий в своей стране? Ну, я думаю, вы поняли вопрос. Поняла, поняла. Постараюсь ответить коротко очень. Должно ли право быть утилитарным? Первое. Гражданское право – это прикладная наука. Оно служит целям оборота, причем оборота сегодняшнего. Вот то, что я сказала, я скажу позже, почему нельзя имплементировать нормы иностранные напрямую и ожидать с радостью, вот сейчас она в Германии, она хорошо работает, эта норма, вот она у нас тоже сейчас хорошо заработает. Почему? Потому что можно имплементировать норму, но норма всегда живет в среде живой. А среду вы не имплементируете. Никогда не будет русский предприниматель, а может, когда-нибудь будет, но сегодня ожидать этого невозможно, что он будет работать так же, как немецкий предприниматель. И то, что работает в Германии хорошо, в России, может такой результат дать болезненный. Поэтому утилитарно – это как? Это нормально утилитарно в хорошем смысле. Норма работает в среде. Давайте будем ориентироваться на право, которое помогает не вообще людей какой-то достичь, а сегодня и здесь дать результат какой? Практически нужный обществу. Можно еще минуту? Нет, нельзя, все, не буду больше. Так что, конечно, мы хотим задавать вопросы. Но потом, все же, в первую очередь, дать слово следующим вайлистам, а потом все равно, я надеюсь, у нас будет еще время. Спасибо. 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 И мне хотелось бы вам представить закон о купле-продаже и поговорить несколько о вопросах политического характера, а не рассказывать детально о предложениях как таковых. Возможно, некоторые вещи, о которых я буду говорить, знакомы тем, кто знаком достаточно хорошо с европейским частным правом, но, тем не менее, несколько слов в качестве введения. Спасибо. С чего мы начинаем? У нас существует фрагментированная гармонизация европейского частного права. Права нет, у нас кодекс общего европейского нет, у нас европейского частного права как такового. Я говорю о Европейском, как о Европейском союзе. Скорее, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь прежде всего. И, очевидно, необходимо сделать многие шаги гармонизации, они уже сделаны. И, прежде всего, директивы использовались для гармонизации в прежние годы. Что это такое? Директивы – это европейские акты, которые должны быть внедрены в рамки национальных законов, то есть они напрямую не действуют по отношению к членам Европейского союза. Европейское частное право также характеризуется секторальной гармонизацией. Гармонизация существует в определенных сферах, но другие сферы при этом остаются вне гармонизации. Причем это важные сферы гармонизации, важные такие, например, потребительский кредит и несправедливые условия контрактов. Следующая характеристика, как правило, гармонизация минимальной является. Что же это означает? Это означает, что европейские директивы достигают минимальных общих стандартов и оставляют на усмотрение членов Европейского союза применять более строгие меры. Таким образом, например, члены Европейского союза могут принять решение добавить дополнительные уровни защиты потребителей. Надо сказать, что СЭСЛ – это достаточно инновационный документ. Конечно, есть опциональный добровольный режим, второй режим или 28-й режим. Страны-члены Европейского союза уже все имеют свои собственные законы о купле-продаже. И здесь в рамках этих документов есть возможность выбрать именно СЭСЛ как применимый закон. Конечно, члены Европейского союза могут действовать и в рамках своих национальных законов, ранее принятых. И что может быть даже более важным является с точки зрения законодательной техники СЭСЛ – это скорее регламент, чем директива. Что это означает? Может быть, здесь просто разные слова, как вам кажется, но для юристов Европейского союза здесь различие очень важное. Потому что регламенты применимы абсолютно ко всем странам, членам Европейского союза. В такой ситуации никакое государство Европейского союза не может изменить эти нормы, эти регламенты. Именно эти регламенты применяются ко всем государствам. И Франция, Германия как суверенные государства в Европейском союзе не будут иметь вариантов никаких. Они не могут отклоняться от регламента. Директивы же должны быть включены в рамки национального закона. И это означает, что национальный закон должен быть принят для того, чтобы осуществлять правила директивы. Но это то, что лежит в основе СЕСЛ. Это предложение Европейской комиссии. В октябре 2011 года было выслено. Это такой ряд контрактных правил по закону о купле и продаже. И охватывает фундаментальные аспекты, важные для всех стран Европейского союза. Структура регламента перечислена здесь на слайде. Ключевыми являются 186 положений, которые касаются всех различных аспектов закона о купле и продаже. Есть приложение, которое является информационным и говорит о том, что страны согласны с внедрением СЕСЛ. Что последнее можно сказать в этом поле, это голосование, которое проводилось в Европейском парламенте в феврале 2014 года. Вы знаете, наверное, что в Европейском союзе в парламенте весной проходили выборы. Что новая европейская комиссия скоро начнет свою работу, как только страны государства Европейского союза придут к решению о президенте. Что, конечно, представляет собой определенные сложности. Таким образом, сейчас еще окончательные шаги не сделаны, но мы движемся к финалу. Ну, нужен ли нам СЕСЛ? И здесь надо, конечно, говорить о бизнесе и потребителях. Бизнес и потребители, и сделки. Конечно, можем говорить о том, что в Европейском союзе наблюдается ограниченный объем трансграничного торговли. 33% потребителей Европейского союза покупают онлайн внутри своей страны, только 8% за пределами границ Европейского союза. И надо сказать, что многие такие сложности связаны с разницами в контрактном праве. И существуют различные барьеры, которые стоят на пути трансграничной торговли. Например, просто элементарные вещи доставки, например, Эстония и Испания. Есть языковые проблемы, есть налоговые различия. Таким образом, различия в законе о купле-продаже, может быть, не самыми важными являются. Тем не менее, Европейская комиссия считает, что дополнительные затраты для компании, которая хочет нацелиться на потребителей в других европейских странах, может составить примерно 10 тысяч евро на страну. Возникает вопрос о гармонизированном законе. Может быть, можно выбрать какой-то существующий же закон одной из стран и его применять. И тогда, конечно, юрисдикции будут конкурировать, какая из них лучше является. Но, безусловно, являются определенные пределы конкуренции правовых систем в рамках Европейского союза. Как правило, конечно, здесь возникают вопросы, связанные с конфликтным интересом. И потребители применяют те законы, которые им кажутся справедливыми. Но здесь надо сказать, что Римская конвенция наносит определенные ограничения своей статьей номер 6 о защите собственной страны. Каковы же потенциальные преимущества СЭСЛ в трансграничном бизнесе? Выбор, скорее всего, будет в пользу нейтрального права, который позволит потребителям принять решение, какой закон применять. И СЭСЛ позволит тем, кто осуществляет торгов в Европейском союзе, применять единые правила на всей территории Европейского союза. И тогда поток потребителей может увеличиться, особенно в небольших странах, средних странах, потому что они будут действовать в рамках европейского закона, который более хорошо знаком другим потребителям, чем, например, эстонское право или законы Эстонии, например. Например, даже в Германии мы не так хорошо знакомы с законами о купле-продаже Франции или Великобритании. Однако возникают определенные проблемы на пути СЭСЛ, потому что европейские потребители, может быть, неохотно будут принимать новый СЭСЛ. Конечно, будут определенные информационные затраты, нужно будет информацию предоставлять, что означает СЭСЛ. Они уже знают, что существует достаточно высокая степень защиты потребителей, поэтому, может быть, будет нерационально обращаться к СЭСЛ как к альтернативе и дополнительной защите. И затем, может быть, один свод правил по всему Европейского союза – это слишком простой подход, потому что здесь могут возникнуть вопросы представительства, вопросы полномочий и так далее. И даже если у нас есть СЭСЛ, если есть такой свод правил, общий свод правил, безусловно, мы не можем говорить, что он будет одинаково применяться во всех странах Европейского союза. Поэтому, скорее всего, нужно будет включить и европейскую судебную систему для того, чтобы обеспечить применение единого закона. Необходимый СЭСЛ в сделках между компаниями, между бизнесом в случае B2B. Различные правовые системы в данной ситуации имеют меньшее значение. Международная торговая палата в 2012 году говорила о том, что различия между европейскими системами контрактного права не представляют серьезную проблему для трансграничного сотрудничества. ограничений меньше, связанных с конкуренцией в сделках между компаниями. Коммерческие стороны действительно применяют применимый закон для того, чтобы подписывать контракты и соблюдать их. И 23 членов Европейского союза подписали конвенцию ООН по международной торговле товарами. К чему же это нас приводит? Я думаю, что, конечно, есть и нематериальные преимущества СЭСЛ, эпистемические преимущества, о которых необходимо совершенно помнить, потому что в результате этот документ привел к активным дискуссиям, коммуникациям, конференциям, которые посвящены этой теме. Комментарии существуют сейчас по СЭСЛ на европейском уровне и СЭСЛ – это, по существу, такой правовой набор инструментов для различных стран Европейского союза и для других юрисдикций. Возможно, также, потому что это модель их собственных законов или может быть выбран как закон для ведения международных сделок. Безусловно, это важный первый шаг к обязательной гармонизации для преодоления сопротивления по отношению к Европейским гражданским кодексам, которые до сих пор существуют в некоторых странах. Гармонизация – это всегда история, история прошлого, история настоящего, история, которая состоит из небольших шагов, которые приводят к очень хорошим, большим результатам. Как я уже сказал, СЭСЛ – это хорошее начало, и, безусловно, СЭСЛ способствует поддержанию европейской идентичности в рамках членов государства ЕС и действительно может ввести к разработке единого закона о купле-продаже. И европейское законодательство иногда быстро действует, иногда с недостаточным уровнем подготовленности, привлекая к работе ученых не только из Европейского Союза, но и из других стран также. Это то, что я хотела сказать. Большое спасибо. Спасибо, Кристиан. Очень интересная презентация. Теперь один вопрос. У нас есть еще трое выступающих, и времени на вопросы не так много, но есть время на один вопрос. Если вопросов нет, то я надеюсь, что у нас будет чуть позже время на вопросы и ответы. Следующий выступающий – Илья Никифоров. Я всегда восхищался Ильей. Восхищался тем, как один человек может вести такую невероятно обширную работу. Он является управляющим партнером российской юридической фирмы Егоров, Бугинский, Афанасьев и партнеры. Он преподает в университете, преподает гражданское право. Он активно работает на международной арене. Он принадлежит группе ведущих юристов в рабочей сфере деликта. И его профессиональные интересы очень хорошо известны. Сфера его интереса – это, безусловно, интеллектуальная собственность, это международный арбитраж. Илья сегодня будет говорить о интеракции между Лекс-Мартатурой и национальной правительной системой. Русские? Я буду говорить в русском. Ага, и презентация уже. Презентация, please. На самом деле я думал, как точнее озаглавить тему моей презентации. И вот в русской нашей панели я, пожалуй, обозначил ее так. Это наблюдение записки об антологии типовых модельных документов частных кодификаций. Под заголовок эти документы как инструмент прямой демократии. И, собственно говоря, вот я наблюдал за формами жизни документов, которые не являются нормативным актом, принятым каким-либо государственным, национальным, наднациональным органом, но тем не менее оказывают регулирующее воздействие на общественные отношения. Я наблюдал и хочу с вами поделиться своими наблюдениями об их форме жизни в трех ипостасях. Это через законы, через как раз-таки национальные нормативные акты, через судебную практику и через, собственно говоря, практику повседневную, просто повседневную жизнь и разрешение еще не конфликтных, а практических ситуаций, возникающих в частном обороте, в экономическом обороте. И завершу я свою презентацию словами, вот сейчас придумал, была фраза из фильма про зеленых человечков американского «If we build it, they will come». То есть, если мы создадим условия, то зеленые человечки к нам появятся. Они, по-моему, появляются в конце фильма. Ну а русский эквивалент я нашел такой. Свято место, пусто не бывает. Итак, немного о прямой демократии. Немного о прямой демократии. Опять же, шутка юмора. Вспоминаю я здесь доклад швейцарских коллег, у которых очень развито непосредственно участие населения. Ну, страна не такая большая. В законотворческой деятельности. И, как я понимаю, многие нормативные акты даже федерального уровня принимаются непосредственно референдумом, народным голосованием. То есть, это не посредством депутатов парламента национального происходит и так далее, а выносится непосредственно на сходы кантонов, и потом уже представители кантонов голосуют. Так вот, следующее вспомнил, не для всех, но для наиболее важных национальных актов. Так вот, это комментируя, швейцарский мой знакомый юрист сказал так. Вы знаете, вот откуда берутся дети? Немцы говорят, их находят в капусте. Французы говорят, их приносят аист. А у нас в Швейцарии? У нас в Швейцарии это зависит от кантона к кантону. Соответственно, первый мой тезис – форма жизни через национальные законы. Не секрет, наверное, что наиболее известные частные кантинфикации, и первые из них, вот такой европейской, были, извините, забежал я вперед. Правила международных договоров Унидруа, они появились в своей первой редакции как раз в 90-х годах, в 94-м, по-моему, и стали подспорьем для составителей нашего первой редакции, первой части, потом и второй, в первую очередь, первой части Гражданского кодекса, которые даже присутствуют здесь в зале. То есть и в последующем сейчас при ревизии нашего гражданского законодательства концепция реформы гражданского законодательства, которая, по-моему, уже несколько лет сплошь и рядом подтверждает легитимность, необходимость ревизии, легитимность предложенных правок, именно ссылками не на иностранное какое-то законодательство, а на типовой документ, принцип Унидруа, который является в чистом виде частной кодификации. Интересный здесь практический аспект, я как человек, близкий к практике, вот все время считаю, надо на это обращать внимание, практический аспект, какое это значение может иметь для нас в повседневной деятельности. История моя 97-м годом датируется, я молодой преподаватель юридического факультета, у меня в группе русские студенты, иностранные студенты присутствуют у нас, учатся они на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. И мы решаем задачи на семинарских занятиях по практикому. Одна из задач у нас имеет примерно следующий сюжет. Молодой человек, подросток, выиграл вратырию. И вопрос в том, а вот как он в силу ограничений правоспособности этой категории лиц, еще не достигших совершеннолетия, как он этим выигрышем может распорядиться. Собственно говоря, надо было студентам истолковать нового, только что появившегося два года назад нашего гражданского кодекса, фразу «распоряжение иным доходом». Вот есть ли выигрыш в лотерею, иной доход. Два-три месяца, как изучают студенты гражданское право, немецкий мой студент изучает в том числе еще и русский язык, параллельно еле-еле там изъясняется. Ну, все в замешательстве высказывают какие-то версии. Я знаю, что наиболее корректная, соответствующая, по крайней мере, нашему консенсусу преподавателей, версия изложена в одном из, скажем так, редких, изданных небольшим тиражом, комментариев гражданскому кодексу. Было там, по-моему, три или четыре в наличии. Вот одно издание редкое, но в нем написано как раз то, что надо. И вдруг встает мне этот немец, русский студент в замешательстве, и излагает вот практически близко к тексту комментарии к нашему гражданскому кодексу. Мы с ним соглашаемся, а после занятия я спрашиваю, скажите, вот вы русский-то едва знаете, как вы умудрились, во-первых, найти эту самую редкую книгу, во-вторых, там раскопать в ней этот самый нужный абзац, он говорит, а я этого не делал. Вы знаете, это не очень удачный перевод нашего германского гражданского уложения, точно такая же фраза. Но у нас-то вот вместо термина «доход» используется именно не любое термин немецкий, не любое приращение наличное имущество, а такое, которое предполагает, ну, какую-то возмездность, то есть что человек приобретает его своим путем. Таким образом, даже применительно к тем заимствованиям из модельных документов, которые позволили себе наши законодатели, законодатели, иногда очень полезно обращаться к первоисточнику, к тому, как он живет и применяется на практике, в других правах, даже к докрине его применения, потому что она может оказаться практическим подспорьем в том, чтобы уяснить практику применения или толкование дать новеллам нашего права. Вторая форма жизни через суды. Вот здесь на экранах решение, по-моему, 2005 года, решение питерского суда, первой инстанции, и в этом споре, собственно говоря, вот встала очень остро проблема, родимое пятно для отечественной юстиции, даже коммерческих судов того времени, проблема доказывания убытков. У нас склонны были очень механистически подходить к этому вопросу суды и отказывать возмещение убытков вообще, если есть ошибка в расчетах в каких-то копейках или копейки не доказаны, а вот, пожалуйста, вы не доказали вплоть до последней копейки, значит, и убытки вы не получите. Соответственно, действовал на тот момент принципы Унидруа, которые допускали стандарт, закрепленный, кстати, ныне, в нынешней редакции уже Гражданского кодекса, по-моему, больше года, как эта норма прошла, но тогда ее не было, разумная степень достоверности, вот убытки скорее такие. Смотрите, вот смелость отечественного суда, который по чисто местному спору ни о Северный путь, ни газовое хозяйство, кооператив, собственно, это был Ленгаз, не имели никакого отношения к загранице, можно себе представить, что речь шла об оплате вот этих самых энергии поставленной. Тем не менее, судья у нас городского арбитражного нашего суда первой инстанции применила, собственно говоря, вот это была не попутная, как бы, заметка, положение, лежащее в основе решения, применила принцип Унидруа, и я должен сказать, что вот ее решение устояло вплоть до высшего арбитражного суда. На тот момент он не упомянул в своем постановлении пленума непосредственно принцип Унидруа, но, собственно говоря, сказал, что судья Копылова была права в своем решении по этому вопросу. Еще больше похожих прецедентов в практике последнего времени, вот не знаю, дошла ли эта новость до Пола Варула, не успело появиться наше издание, как в данном случае тройка судей, подтверждение своей позиции по вопросу о передаче дела на рассмотрение президентом высшего арбитражного суда ссылается уже на положение внизу, а не красного выбора, выделенное «Draft Common Frame of Reference» как свидетельство о признанной практике. Ну и, наконец, извините, этот слайд по-английски, но я, наверное, его озвучу. В моей любимой сфере, в сфере международного арбитража, есть еще более частные и частные кодификации, которые принимаются какими-то общественными организациями, действующими в этой сфере. Одной из таких организаций является Международная ассоциация юристов IBA, а именно Комитет по международному арбитражу. И вот четыре документа, которые также переведены на русский язык, в создании которых я, как вице-президент арбитражного комитета IBA, лично участвовал. Это правила о доказательственном международном арбитраже, о независимости арбитров, и последняя самая разработка – это правила о кодекс поведения, так скажем, представителей сторон в международном арбитраже. Соответственно, возможно, выпал этот слайд, но хочу вам доложить, что даже вот такая частная кодификация, как свидетельство общепринятой практики, делового обычая, была взята за основу нашим высшим арбитражным судом при разрешении вопроса об отмене арбитражного решения, разрешении вопросов о том, был ли арбитр независим и беспристрастен. То есть высший арбитражный суд взял в руки вот эту частную кодификацию IBA и посмотрел, что в ней описана конкретная ситуация, и со ссылкой на это обстоятельство вынес свое решение. Таким образом, наверное, частные кодификации являются отражением обычной практики. Иногда, может быть, они являются отчасти целеполагающим документом, то есть, как принято говорить, де леги ференда, в отсутствии закона, в них что-то формулируется, и, глядите, это уже применяется в жизни. Но то, что я знаю точно, в международном сообществе, вот сейчас на подходе еще два документа в сфере арбитража, это о расходах международного арбитража, принципах возмещения расходов, и о конфиденциальности, степени конфиденциальности, разрешенных в случаях раскрытия информации. Голова у разработчиков болит придумать новый термин. Вот удачный термин, наверное, нашел Пол с коллегами, назвав draft common frame of reference, вообще что такое, непонятно. А хронология такая, смотрите, назвали, вот первый документ, он на самом деле в редакции сейчас 2010 года, но исторически появился первым, правило о доказательствах, и вдруг увидели, что такие, в общем, не предполагавшиеся к обязательному какому-то употреблению, а порой и вовсе дискуссионные, с чем согласны авторы и разработчики, свод правил, предполагавшиеся, как бы, что стороны могут надергать из него то, что удобно, вдруг становится истиной в последней инстанции. Поэтому следующий документ о конфликте интересов в международном арбитраже назвали еще мягче, скажем так, уже не правило, а руководство. Гайдлайнс переводится, руководящие принципы и руководство. И внезапно, сплошь и рядом суды, и даже, а еще чаще в международном арбитражном процессе, этот, ну, как бы, такой довольно мягкий документ, предполагавшийся литературно в неклассном учтении для арбитражного сообщества, применяют как нормативный акт. Так вот, сейчас идет поиск, как бы назвать новые документы, которые появятся про расходы и про конституциальность, чтобы еще более обозначить, что это никоим образом не является модельными правилами, не является, вот, если хотите, руководствами, а вот это что-то такое, записки на тему, да, вот, скорее всего, пройдет обозначение новой записки на тему, которую стороны, если захотят, смогут инкорпорировать в свой арбитражный процесс, его регламент, в свое соглашение, ну, а ежели не захотят, то, соответственно, никто им его не навяжет, ни арбитры своей воли, ни национальные суды. Ну, и последнее, то, о чем я хотел сказать, это форма жизни, как в повседневной жизни, вот этих самых модельных документов, и краудсорсинг, мое открытие 2013 года, это краудсорсинг, это концепция, которую можно на русский, наверное, перевести так, я перевожу так, капитализация ресурса масс. В концепцию эту меня посвятил коллега мой, не юрист из другой сферы жизнедеятельности, но применима она абсолютно универсальна, основывается на том, что каждый человек, во-первых, хочет сделать что-то хорошее, благодетель, да, основывается на благодетели, как главной качестве человеческой натуры, что мне очень импонирует. А второе, чем-то поделиться. Ну, а с точки зрения компетенции, концепция заключается в том, что вот широкие массы населения, например, присутствующие в этом зале, или шире взять участники форума, в совокупности, по крупице, обладают большим, наверное, компетенцией, большей способностью сделать что-либо, чем отдельно взятый профессионал в этой области. Ну, например, починить машину, если взять как-то, и от каждого знать немного, то немногое, что он знает, как починить машину, то в совокупности это можно будет сделать вдруг всем вместе, ну, вот, если бы это собрать в одного человека, все вместе сделать лучше, чем какой-то, прямо скажем, механик автосервиса делает. Качественнее, быстрее и без ошибок. Соответственно, почему этого не происходит, собственно говоря, секрет вот этого самого крауссорсинга или капитализации ресурсов масс заключается в том, что проблема в инструменте. Нужен некий инструмент для того, первое, чтобы собрать вот в хорошем формате, да, как, пользуясь выражением удачным Андрея Рыбалова, присутствующего здесь, нужен концептуальный каркас, на который удобно всем по крупице положить свои знания, а, соответственно, тем, кому надо ими воспользоваться, легко и понятно на расстоянии вытянутой руки где-то это знание взять. Ну, заканчивая это теоретическо, опять же, живой пример, например, вот с этим, окрыленным этим знанием, при отборе кандидатов на стажировку в нашу фирму, мы им предложили такое задание в виде конкурса, нарисовать reverse acquisition. Дело в том, что вот есть такой инструмент, как бы, корпоративной комбинации, корпоративной реструктуризации, которая, даже не знаю, как по-русски сказать, обратное поглощение, наверное, reverse acquisition, который порой подходит клиентам, но ни вам, ни им я не могу объяснить, даже вот в масштабах там 15 минут, вот что это такое, вот это так вот. Поэтому, если не можешь что-то сказать словами, что делать, надо нарисовать. Да и проверять вот эти работы, смотреть на талант потенциального кандидата в стажера, а потом, может, в сотрудники, гораздо веселее, рассматривая веселые картинки, чем, там, читая какие-то эссе на заданную тему. Вот как до этого додумались, ну, вот очень просто, почитали, как бы, как работают крауссорсинговые проекты. Но для модельных правил, сейчас вот я, внимание, ваше на экран позову, проект конкретный называется «Викирулс», в развитии которого я участвую, для нашей с вами области, где юристы работают с текстами, современные информационные технологии предлагают еще более удобные инструменты, и в первую очередь это информационные системы, сайты, интернет-порталы, основанные на той же технологии, буквально том же программном обеспечении, обеспечении, что и всеизвестная всем Википедия, энциклопедия свободных знаний. Вот мы создали такой ресурс, посвященный практике применения толкования арбитражного регламента Юнситрал, работает он на русском и на английском, совершенно бесплатен и поддерживается, как сказать, силами заинтересованных в этом предмете в международном коммерческом арбитраже живет. Я близок к концу. Соответственно, мне кажется, что и другие модельные документы в таком виде очень удобно разложить по полочкам. Почему выбрали арбитражный регламент Юнситрал, потому что он в некотором смысле бесхозен. Есть, конечно, комиссия по праву международной торговли, организация объединенных наций, которая его продвигает. Я даже участвовал тоже в этих заседаниях по разработке текста 2010 года. Но в отличие от других арбитражных институтов, они, скажем так, продвигают, чтобы его сделать, а вот чтобы его, извините, продать, толкнуть, этого они не делают, в отличие от многих других арбитражных институтов, которые ездят с лекциями по миру, публикации делают, в общем, всячески пропагандируют именно свои услуги. Вот мы и решили, что нет хорошего комментария к арбитражному регламенту Юнситрал, ни на русском, ни на английском даже языке, появился, правда, недавно, более-менее неплохой. Когда начинали проект, не было ничего. Мы решили, а давайте сделаем вот такой онлайн-комментарий к арбитражному регламенту Юнситрал, написанный, созданный всем миром. Соответственно, применительно к каждой статье, вот вам пример концептуального каркаса. Применительно к каждой статье изложен текст статьи, сбоку изложена в единообразной форме такая табличка, в которой указаны смежные национальные правовые акты или какие-то связанные другие модельные документы, в нашем случае правила IBA. Есть типовые формы, ну, например, если мы говорим о назначении арбитров или подаче просьбы об арбитраже, приложены типовые формы просьбы об арбитраже, комментарии, которые в виде лирического текста, история разработки регламента Юнситрал, ну и, собственно говоря, судебная практика. Что самое главное? Самое главное, что каждый может сказать там свое слово, поправить комментарий, добавить свой прецедент, причем с точки зрения пользователя это настолько же легко, как, скажем, править вашу страницу в ВКонтакте или в Фейсбуке. И второе, наверное, на том же принципе краудсорсинга основан контроль качества на выходе. Одни, как в Википедии, люди делают какую-то контрибуцию, вносят какие-то изменения и дополнения правки в эти статьи, а их коллеги, выбранные тем или иным образом компьютерной системой, смотрят, чтобы эти правки были осмыслены, а не являлись собой какую-то билиберду и так далее. Я думаю, что вот такой формат, такая система была бы очень уместна. Хотел ее на самом деле показать и полю для draft common frame of reference, которую можно разложить по полочке, статья за статьей на подобном ресурсе и наблюдать, как она живет в практике, проявляется в прецедентах национальных судов, получать вести с полей, если можно так сказать, в виде комментариев, заметок и даже, может быть, предложений по ревизии и дополнению этого текста. Уверен, что это сработает. Всех присутствующих, интересующихся арбитражем призываю заходить на портал wiki.ru. Для DCPR искренне верю, вот та фраза, про которую я говорил, if you build it, they will come. Святое место пусто не бывает. Если такой проект появится, то он найдет в себе поклонников. Спасибо. Спасибо большое. Это очень интересное представление. Один вопрос. Да, да, все было ясно. Все было ясно. Хорошо. У нас еще два доклада, так что надеюсь, что будет время для дополнительных вопросов. So, next. Поэтому сейчас у нас следующий выступающий, это Армандо Деталедо. Опыт Армандо в первую очередь затрагивает Бразилию. Конечно же, вы можете задать ему вопросы попозже о чемпионате мира по футболу. Но давайте сначала заслушаем его доклад. Он будет говорить о разработке законодательства в Латинской Америке. Армандо работает в суде Сан-Паулу. Кроме этого, он специальный помощник президента в суде Сан-Паулу. Давайте я вам объясню, что суд Сан-Паулу, 20 миллионов человек проживают в Сан-Паулу, в самом городе Сан-Паулу, а в штате 40 миллионов. Это, наверное, численность этого населения, наверное, превышает численность населения большинства европейских стран. Поэтому, конечно же, Армандо отвечает за дела и несет ответственность на достаточно высоком уровне. Поэтому с удовольствием передаю ему слово. Доброе утро, господин Павару. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вы видите, что слева от меня сидит мой коллега из Бразилии, который также помогает мне с английским языком. Поэтому еще раз доброе утро, дамы и господа. Да, конечно, очень хотелось бы в первую очередь поговорить о разницах между частным и общим правом, а также поговорить о разграничении прав и ролей. Во-первых, первая разница между частным и государственным правом, это, конечно же, в первую очередь было обозначено в Древнем Риме. Конечно же, в первую очередь мы здесь говорим о государстве и то, как государственные интересы связаны с частными интересами. К сожалению, сегодня нам требуется провести дополнительное ограничение. Поэтому мы будем говорить, конечно же, о частном праве и содержании частного права, а также о том, отвечает ли оно каким-то особым интересам. Мы будем говорить, требует ли форма взаимношений дальнейшей координации. Может быть, поэтому разница между частным и государственным правом, мы должны говорить о разнице в принципах и правилах. Мы должны говорить о нормах, которые дальше подразделяются на роли и на принципы. Конечно же, это применяется в особой ситуации, поэтому правила – это обязательные требования, может быть, которые не соблюдаются, а принципы – это общие принципы правовой системы. Следовательно, они попадают в спектр более широкий, чем правила. При этом нам необходимо помнить о том, что это позволит нам более чётко ответить на вопрос. Вы знаете, по мере прохождения времени мы смотрим на то, как применяются принципы в современном обществе. Обычно у нас превалировало общее государственное право, которое диктовалось государством. Конечно же, экономика сейчас проходит этап индустриализации, рост коммерческой деятельности оставил государство на дальнем плане, и поэтому правовой статус также изменился. Это, в свою очередь, пытается говорить нам о роли частного права. В Бразилии у нас были разработаны несколько кодексов, которые этому посвящены. Например, Гражданский кодекс 2002 года, коммерческий кодекс, а также кодекс о защите прав потребителей в 90-х годах, который был принят. При этом мы здесь также смотрим на вопросы частного права, мы смотрим на соблюдение интересов частных лиц, а также соблюдение интересов государства. Здесь, конечно, мы должны также понимать правила частного права. Поэтому, естественно, применение частного права варьируется от страны к стране в зависимости от применитых в этой стране государственных заказов, а также от понимания конъюнктуры. При этом мы можем изложить общие принципы, принимая во внимание то, что характер частного права, в принципе, для всех является схожим. Среди этих принципов мы можем упомянуть принцип беспристрастности. Каждый человек – это субъект прав и обязанностей, ввиду того, что он является человеком. Свобода выбора, признание того, что правовая способность человека означает, что человек может производить какие-то действия в зависимости от своей воли. Следующее. Свобода переговоров. Это включает в себя получение прав, принятие прав и начало легального бизнеса. Конечно же, это означает, что мы понимаем, что человек может экстернализировать это право на объекты своей собственности и на активы. Что еще? Конечно же, семейный аспект очень важен. Мы должны учитывать свободную волю всех лиц, волю их на выражение. Кроме этого, также легитимность и право на проверку. Мы должны принимать, что человек может действовать свободно в отношении своих активов. Поэтому мы здесь также говорим о наследовании. Следовательно, для нас становится ясным, что основное свойство этой отрасли права заключается в автономности воли, что отличается от государственных публичных отношений, где естественно одна сторона находится в более выгодной позиции, чем другая. Особенно в конкретных отношениях, которые мы уже упоминали. И в любом случае манифестация воли является свободной. Конечно же, эта область должна продолжать расти. Особенно с учетом процессовой глобализации отношения между индивидуумами также будут продолжать развиваться. Неважно, в контрактном, в договорном праве или в праве справедливости. Поэтому для того, чтобы стабилизировать отношения между сторонами, эти взаимоотношения, эти отношения, они, конечно же, также должны входить в область коммерческого права, чтобы страна могла реализовывать свою продукцию. Именно для этого мы должны обозначить институциональные преимущества. Эти преимущества определяются законодательством каждой из стран, которая должна позиционировать свою продукцию, конкурентоспособна среди конкурентов. Естественно, государства для этой цели ведут переговоры, подписывают международные соглашения, такие как GATT, это общее соглашение о тарифах и торговле. На основании этих соглашений мы можем выделить правила международного коммерческого права, международного торгового права. Первое. Конечно же, мы говорим о принципах, что каждое государство может получать продукцию и товар другого государства, которое является подписантом соглашения. Использовав этот принцип, мы говорим о том, что мы говорим о продукции, которая производится на месте, а также импортируются все эти виды продукции. К ним нужно относиться равноправно, особенно в том, что касается демпинга. Когда мы говорим об импорте, мы, естественно, должны говорить о том, что импортная продукция не должна стоить дешевле, чем продукция отечественная, поскольку это снижает конкурентоспособность. При этом эти меры не достигают нужной цели, поэтому для минимизации институциального преимущества мы должны включить социальное положение. Конечно же, здесь мы должны удивлять внимание персональным отношениям и конкретному регулированию. параллельно мы должны обращать внимание на человеческое благосостояние, и этот принцип также должен эволюционировать. Поэтому было принято соглашение, что реализация глобальной торговли также тесно связана с защитой человеческих прав и мерами по защите окружающей среды. Следовательно, собственность, если обеспечивается защита прав человека и окружающей среды, мы понимаем, что глобализация требует высоких стандартов. Конечно же, у нас есть стандарты цивилизации, которые ввязаны с демократиями и капиталистической системой. Здесь должны каждой страной быть достигнуты определенной цели страной, которая становится частью глобальной экономики. В том, что касается Южной Америки. Существующая глобальная ситуация, в рамках которой ведется процесс по открытию государственных границ, а также развитию государств, это способствует региональной интеграции. Поэтому Бразилия и другие страны также активно участвуют в процессе экономической интеграции. Это южноамериканский рынок, который был создан на основании соглашения от 1991 года. Подписали договор Бразилии, Аргентины, Уругвай и Парагвай. Этот блок изначально был создан для создания зоны свободной торговли, где участники принимают на себя обязательства по устранению существующих тарифных барьеров на своих границах для товаров, произведенных в других странах участников. Кроме этого, на что еще обратил внимание блок? Это на транспозицию монетарных барьеров. Это снижение бюрократизации, а также на устранение тех факторов, которые препятствуют достижению целей блока. Поэтому мы согласились о стандартизации бюрократических процедур и введении антидемпинговой дисциплины. При этом это соглашение с декабря 1994 года считается не идеальным. Конечно же, в декабре мы смотрели на развитие общего рынка в соответствии с положениями первой статьи. И это нельзя было уже рассматривать как зону свободной торговли, поскольку мы здесь говорили о сертификатах происхождения на отечественную продукцию. Поэтому, что касается таможенных правил, они тоже были несовершенными ввиду исключений по правилам установления тарифов. Поэтому у членов этого блока по-прежнему есть трудности в достижении первоначальной цели. Конечно же, усиление блока зависит от усиления процессов интеграции. Что же здесь означает? Интеграция – это то, что мы должны также сделать все для того, чтобы наши законы были сопоставимы. Мы должны гармонизировать законодательство в тех областях, которые отвечают задачам укрепления интеграционных процессов. В этих рамках свободное перемещение товаров, услуг и людей может привести к изменению гражданского права, особенно в том, что касается прав человека, семейного права. Следовательно, существует риск, что эти действия должны отвечать принципам частного права. гармонизация становится абсолютно необходимой, но она должна базироваться на существующем фундаменте. Поэтому законодательство должно найти баланс между капиталистическими принципами, но при этом уважать права отдельных людей и коллективные права. поэтому все более важное значение приобретает частное право. Частное право – это общий деноминатор общества, и в связи с капиталистической глобализацией это законодательство, эта область права играет огромное значение. Именно поэтому мы обязательно должны соблюдать принципы и роли этой области права. Ведь мы двигаемся в направлении общества, которое подчеркивает важность паритета, свободы выбора, и это является необходимым для дальнейшей эволюции этой области. Мы не должны забывать и о частных, и о публичных интересах. Это именно то, к чему стремится сейчас новая координационная система. Здесь мы должны подчеркнуть важность существования двух систем права и защиты коллективных интересов. Мы, конечно, ожидаем то, что эти цели будут достигнуты, особенно при внимании острую в них потребность. Сегодня в глобальном мире интерактивность и взаимодействие становятся реальностью. Это необходимые условия, и усилия должны предприниматься совместно. Это необходимо для нормальных отношений, для того, чтобы соблюсти потребности каждого конкретного человека и общества. Господа, благодарю за внимание. Армандо, большое спасибо. Презентация чрезвычайно интересная. Есть вопросы у нас? Да, пожалуйста. Есть время на один вопрос. Добро пожаловать с вопросами. Да, только микрофон, пожалуйста. Мне бы хотелось знать следующее. Насколько я знаю, в Бразильском гражданском кодексе есть определенные причины. Причины, извините, положения. Положения, например, связанные с солидарностью. И в соответствии с этими принципами Бразилия может изменить свою позицию контрактную. Меня интересует, действительно, происходит это или нет. Изменяют ли Бразилия, бразильские компании, бразильские индивидуалы реально совершенно применяют ли подобные положения кодекса? Судья говорит о том, что если вы говорите об отношениях, связанных с потребителями, да, только с потребителями, да, то мы можем говорить о контрактных обязательствах. И здесь существует большие. Если это коммерческий контракт, то эти положения работают или нет? Если есть различия в обязательствах, то тогда может вмешаться суд. Да, но такое может действительно быть. Следующий выступающий, Светлана Колесникова. Светлана Колесникова представляет правовую академию Санкт-Петербурга и имеет очень большой опыт судебной работы. С 1991 года она является судьей в различных судах. С 2009 года Светлана является судьей Федерального арбитражного суда по Северо-Западу. И в то же самое время она готовит свою докторскую диссертацию по трастам. По трастам и трасты, как вы знаете, это одна из очень интересных систем. И интересный вопрос, почему трасты являются частью ДСФА, почему ДСФР включает положение, касающееся трастов. Может быть, это компромисс между континентальными юристами, континентальным правом и островным британским, потому что кому-то, может, кодекс не нравится. Это компромисс, извините. И пускай это будет кодекс, европейский гражданский кодекс, но содержащий положение, касающееся трастов. Так что это достаточно интересный вопрос. Вопрос о том, что такое трасты реально. И выступление Светланы озаглавлено. Европейское частное право, траста в системе романно-германского права. Я буду говорить на русском для переводчика. Можно говорить об агрессивной экспансии трастов. Вот этот термин иногда используется. И именно эта агрессивная экспансия трастов заставляет сейчас и практиков, и теоретиков говорить о нем много. Мы вынуждены говорить о трастах, потому что он очень эти... Я говорю во множественном числе, потому что их очень много, существует множество видов. И говорить в единственном числе это неправильно, но в единственном числе я буду использовать его это как общая собирательная, содержащая в себе основные характеристики трастов. Почему у меня сегодня коллеги спрашивают, это несколько необычно, судья интересуется трастами, такой темой, которой в практике, наверное, у вас нет. Поэтому я и начну с практики, что подвигло меня как судьи. Сейчас вот уже 12 лет я занимаюсь трастами. Маурицо Львой, итальянский исследователь, говорил, если вы хотите познать трасты, нужно поглубиться, погрузиться в них значительно глубже, чем вы предполагаете. Так и получилось. Я вам скажу, что я не могу сказать, что я на окончательном этапе изучения трастов. Это только начало, потому что трасты постоянно развиваются. Перейдем к практике. Где, по нашему мнению, могло бы применяться трастовое регулирование? В случае из практики рассматривается дело по ДТП. Третьим лицом привлекается папа женщины, который является собственной машиной, а ее муж управлял и совершил ДТП. Он приходит в суд и говорит, извините, я же дал генеральную доверенность зятю, я никакой не собственник, никаких ко мне претензий, не вызывайте меня в суд. Мы ему объясняем, что вы являетесь собственником нашего, но я же дал генеральную доверенность. То есть он стремился избавиться от бремени собственности, но он не доверяет зятю, дочь под его влиянием. Он боится потерять дорогую машину, зять может распорядиться как-то. И на всякий случай он дает генеральную доверенность, и при этом он не считает себя собственником. То есть есть потребность. Он хотел избавиться от бремени собственности сам и в то же время не передать собственность дочери, чтобы не рисковать утратой. Но это машина, это могут быть акции крупного предприятия, это может быть крупный бизнес сам по себе. Это для примера. Следующий пример. Пожилая гражданка передает подарственной, дарит внуку квартиру. Затем внук, он такой слабохарактерный был, слабый один из всех его внуков, ее внуков, и она решила именно ему передать, чтобы другие родственники потом не отняли, когда она умрет. А он когда поступил в ВУЗ, вокруг него плохая компания, казино, карты появились, большие долги, и она реально испугалась, что эта квартира уйдет за долги. Она прибегает в прокуратуру, просит выйти с иском в ее интересах, как пожилого человека, а сделку нельзя уже признать недействительной, она исполнена, все, никаких правовых оснований вернуть квартиру бабушке не было. Вот второй элемент. Если бы это происходило в странах, где существует траст, она бы использовала защитный вид траста. То есть как, допустим, Диана передала Уильяму свое наследство. Он получил его по трасту, когда исполнилось 30 лет. До 30 лет об этом имуществе заботились, оно давало прибыль, прибыль поступала ему, у нас такого нет. Следующий, перейдем, если, допустим, из судов общей юрисдикции в суды арбитражные. У нас идет сейчас наследование бизнеса, то есть первое поколение состоятельных людей с момента начала экономических реформ, сейчас уходят, люди рождаются, живут и умирают. Такова жизнь во всех странах, не только в Англии, но и у нас. И идет проблема передачи бизнеса по наследованию. Вот представьте ситуацию, когда у крупного бизнесмена оказывается в прошлом два брака, соответственно, отношения между дамами далеко не добропорядочные. собрать их, это ООО, что значит организовать и провести собрание с участниками, у которых голоса у одной и у другой. А при этом еще вмешиваются дети. У одной совершеннолетний ребенок, а у другой ребенок несовершеннолетний. И вот та дама, первая супруга, она-то сама не наследует, поскольку она бывшая супруга, наследует вторая молодая женщина и ребенок. Поэтому старшая дочь совершеннолетняя приходит к нотариусу, подает заявление «Назначьте доверительному управляющему мою маму», то есть первую супругу. Доверительному управляющему назначают маму. Что делает мама в первую очередь? В период лежачего наследства, 6 месяцев она у нас длится, никто из наследников не может еще распоряжаться своими правами. Она организует сам собой собрание. У нее 50% от одного наследника, 50% от другого, и она меняет устав. И в уставе меняет расклад голосов. В результате расклад голосов меняется таким образом, что она в совокупности с голосами у нее 50%, вторая 50% на трех делится, и она получает возможность изменить в уставе положение, и будучи сама директором, она отчуждает всю недвижимость, принадлежавшую бизнесу. То есть все активы выводятся, бизнес фактически, вот данное предприятие, а ему работать уже не на чем. Затем идут многочисленные тяжбы, и самое интересное, что открывается еще один ребенок, незаконно рожденный, и в суде общей юрисдикции возникает спор по поводу права этого ребенка на наследство. Словом, бизнес уже не оживет, не поднимется. И вот так вот личные, не сложившиеся отношения наследников могут погубить любой бизнес. Соответственно, сейчас задумываются люди, и многие бизнесмены выводят в те юрисдикции, где действует траст, не только с намерениями уйти от налогов, а в целях защитить свой бизнес, вот передать его безопасно другому поколению. Вот теперь о трастах. Нельзя говорить о трастах все время, почему-то, когда говорят трасты, а, это там, где офшоры и где от налогов уходят. Это, я бы сказала, обратная сторона трастов, черная, не самая лучшая. А вот все-таки самое лучшее истинных английских трастов, это как раз способность сохранять активы в семье. Я бы начала с семейных трастов. Сейчас они развиваются, есть семейные, есть коммерческие трасты. Но если мы воспримем семейный траст, то коммерческий траст мы всегда воспримем. Поэтому и обратимся к семейным трастам. Это несколько предисловий, чтобы вам было понятно, зачем оно это нам надо. Ну и потом, если мы размышляем о Международном финансовом центре, нам надо быть готовым к тому, что от нас будут ожидать достаточной свободы в распоряжении активами. Ни один другой механизм на рынке капитала не является столь конкурентно способным, как трасты. Поэтому и в коммерческом аспекте трасты могут иметь большое значение. Тем паче, что траст действует в Китае, траст действует в Южной Америке, в Венесуэллоне. Это адаптированные трасты, модели такие адаптированные. Но все равно они все взяли как можно больше от английской традиционной модели. А теперь обратимся к тому, как нам эту английскую модель. Можем ли мы рецепировать или нет. Когда я читаю труды молодых ученых, которые у нас разделяются позиции, одни говорят, ни в коем случае траст нельзя брать. Другие говорят, да, нужно взять и рецепировать в качестве ограниченного вечного права. И вот мой совет начинающим ученым попробовать пройти тест для студентов, которые проходят в Британии по трастам. Если им хоть раз удастся его пройти, значит они могут говорить о трастах вообще. Это действительно целая отрасль, которая регулируется правом справедливости. И если в остальных других отношениях право справедливости где-то смешивается сейчас с общим правом, то трасты регулируются исключительно правом справедливости. То есть трасты — это исключение в любой системе права. Начнем с того, что в Англии они тоже возникли как исключение. Общее право, которое действовало в Англии, трасты не признают. Уходил, ну историческая романтическая история, рыцарь уходил в крестовый поход, а землю мог иметь во владении, король давал только тому, кто воевать может. Соответственно, только мужчина военноспособного возраста. Уходя, он передавал эту землю в траст другу. Ты, говорит, пока вот сохраняй, будешь считаться собственником, владельцем этой земли. Там собственник у них корона. Ты будешь владельцем этой земли, пока я не вернусь. А если я не вернусь, то через 10 лет, когда мой сын станет взрослым, ты передашь сыну. Рыцарь погибал, не возвращался, а доверительный собственник, которому доверили, не исполнял данную клятву. И обиженные стали обращаться к королю. Ну как же так, вот это наше. И канцлер, как духовный наставник короля, он не мог мириться с несправедливостью. И он стал выдавать приказы, которые действовали конкретно против каждого лица. Ты обязан держать этот дом, этот конкретный земельный отдел и передать его потом сыну. Вот так родились трасты. Со временем из отдельных постановлений суда канцлера родилась целая отрасль права справедливости. И одной из причин, которая считается препятствующей адаптации трастов в системе романа германского права, является отсутствие права справедливости. Поэтому вот давайте, насколько это сейчас актуально, в свете тех принципов, я бы вот теперь перехожу плавно к модельным правилам, поскольку модельные правила, я хотела бы со своей стороны не просто, наверное, поблагодарить, а поздравить рабочую группу, поскольку им из всех групп многочисленных, я внимательно слежу со всеми группами, которые разрабатывают модифицированные модели трастов, эта группа наиболее близко приблизилась к традиционной английской модели. В принципах им удалось передать основные принципы права справедливости, а в технических аспектах им удалось передать основные характеристики траста, те, которые обеспечивают ему вот это конкурентоспособное преимущество. И вот немножко, чтобы сорвать завесу такой туманности с права справедливости, а что же это такое, я вам приведу в пример несколько максим. Максимы — это основные принципы, по которым действует право справедливости. Чем они отличаются от принципов нашей романо-германской системы права? Тем, что эти принципы, они были для судей. Эти максимы давали указания судьям, как творить право. То есть это определилась правовая политика. А по праву справедливости каждый спор конкретный. Там нет заранее заданной нормы. Судья рассматривает, вот, например, у нас спор двух олигархов был. Все знают, несколько более года там все смотрели. А это трасты. Это конкретно данное дело рассматривалось и проверялась совесть ответчика, насколько он чист, может ли он удерживать деньги, или он их должен передать. И в каждом конкретном случае, разрешая спор, судья руководствуется этими максимумами справедливости. Первая максима. По праву справедливости ни одно правонарушение не должно оставаться безнаказанным. Вот траст так и появился. Обещал, дал клятву содержать землю, передать, не передал. И канцлер стал приводить в исполнение это обещание. Вторая максима. Право справедливости соответствует общему праву. Поскольку есть у них разные отрасли, право справедливости и общее право, те права, которые гарантированы по праву, по общему праву, они должны признаваться. То есть если собственник сказали, вот, доверительный собственник, ему принадлежат право собственности по общему праву, да, ты остаешься собственником. Но по праву справедливости ты должен выполнить федуциарные обязательства перед бенефициаром. Вот это максима. Другая максима. Право справедливости не позволяет закону становиться орудием мошенничества. По сути, это очень совпадает с нашим принципом недопустимости злоупотребления правом. Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, и я думаю, во всех системах романо-германского права такая аналогичная норма есть. И если раньше у нас только недопустимое было злоупотребление правом, то сейчас первая статья ГК закрепила принцип добросовестности, который, кстати, тоже коррелирует с модельными правилами, с принципом заложенным. Здесь есть абсолютное совпадение. При отсутствии законодательно закрепленного принципа добросовестности суды, тем не менее, употребляли этот термин. Если вы зайдете в правую базу, наберете слово «добросовестность», то на протяжении последних 20 лет вы множество судебных актов найдете, поскольку у нас генеральный директор должен действовать разумно и добросовестно, у нас управляющий при банкротстве должен действовать разумно и добросовестно, и не допускал злоупотребления правом. Если управляющий произведет отчуждение имущества, которое ему вверили, то будет рассматриваться как злоупотребление правом, и сделка будет признана действительно, ну там при наличии, при условии добросовестности второй стороны. Так, я времени смотрю 12, пол, как у нас? Ну минут 5. Я тогда, я бегло пройду, если есть вопросы, я лучше отвечу на вопросы, потому что эта тема обширная, мне и 55 минут не хватит, чтобы до конца поделиться теми знаниями, которые бы хотелось донести. Значит, давайте так, вот немножко свернем. Я некоторые максимумы привела. Кстати, вот еще одна очень интересная максимума, не удержусь. Почему у нас олигарх проиграл спор в Лондоне? Знаете почему? Потому что есть такая максимума, тот, кто идет в суд, должен идти с чистыми руками. Если ты хочешь получить правовую защиту суда, ты сам должен поступать честно. А если ты хотел получить деньги как-то в обход закона, то ты не получишь защиту потом по праву справедливости. Это вот опять действие максимума. Вчера эту максимуму вспоминал судья Конституционного суда Владимир Ярославцев, он выступал на конференции состоявшейся, и он применительно к российскому делу вспомнил эту максимуму, когда у нас лицо, которого антимонопольный комитет оштрафовал на крупную сумму 300 тысяч, обратился в Конституционный суд и говорит, слишком большой штраф, а суд не может его снизить. По административному кодексу у суда не было возможности давать ниже низшего предела. Вот эта статья пересматривалась. И вот судья Конституционного суда, он голосовал против этого принятия решения, и он сказал, почему, потому что я считаю, что они сами поступили недобросовестно. Когда у них УФАС потребовало управление документы, они не выдали. Там был сговор по ценам, подозревали им, не выдали эти документы. То есть, а он пошел за судебной защитой, говорит, защитите меня, слишком большой штраф. Но почему ты сам действуешь незаконно и не выдаешь документы по требованию? Так, это вот то, что касается права справедливости. Другой момент, это наличие федуциарных обязательств. Тоже говорят, их у нас нет, поэтому воспринять трасс нельзя. Но вот это проще рассматривается. Все уже сейчас о федуциарных обязанностях, я думаю, юристы наслышаны. Это опять то, что я вам говорила, директор, управляющий, сплошь и рядом, практика арбитражных судов пестрит упоминанием как раз-таки о разумности, добросовестности и исполнении своих обязанностей. Поэтому это тоже не препятствие. И в этом плане мы считаем, что модельные принципы и правила, которые заложены в драфтах, они как раз-таки позволяют говорить о том, что у нас нет препятствий для восприятия модифицированной, я говорю, именно модифицированной модели, которая там есть, с точки зрения права справедливости и федуциарных обязанностей. Но у нас есть другое системное препятствие. Я бы вот эти принципы разделила так, на политико-правовые и технические. Вот политика-правовые, у нас совпадают политико-правовые принципы. А вот то, что касается технических, самое большое препятствие, кто собственник. И это у нас не разрешено в модельных правилах, и это не может быть разрешено нигде. Поскольку траст — это и есть как раз то отношение, когда имущество не имеет собственника. Ближе всего, можно сказать, вот в Сан-Марина, они считают, что это отсроченный по времени дар. Вот отец желает передать дочери, я тебе дарю, безвозмездно передаю, но не сейчас, тогда, когда тебе будет 30 лет. Вот суть этого траста. То есть до достижения дочери 30 лет ни одного полного собственника нет. Это недопустимо с точки зрения концепции единой собственности, которая есть в нашем гражданском кодексе. И потом нельзя, траст очень трудно ограничить. Ведь что значит кодекс? Мы даем определение всем отношениям, обязательства. А определить, defined, значит ограничить. А траст нельзя ограничить, он постоянно развивается. Как сказал Хейтан, траст как слон, его легче описать, чем дать ему определение. Так вот, я говорю, нам бы слона в посудную лавку не втащить, иначе либо лавка развалится, либо слон не выживет. Поэтому вот то, о чем говорила как раз Наталья Юрьевна, о том, что можно норму-то легко рецепировать, но о среду-то не перенести. Вот поэтому нам нужно как раз работать над тем, а нам придется работать. Мы как раз там будем двигаться, двигаться, это вот в перспективе. Но, как говорит представитель Конституционного суда Зорькин, нужно это делать постепенно. Вот именно формировать среду и постепенно формировать нормы. Ну вот, кратко, будут вопросы по трастам? Пожалуйста, по переводу, пожалуйста. Светлана, большое спасибо за очень интересный доклад. Ну, теперь, да, если тема интересна, время идет быстро, да. Так, все же, если есть вопросы, быстро, это несколько вопросов. Раз, пожалуйста, нет, очевидно, мы еще не говорили, что в общей дискуссии, но не которые общие вопросы, но, очевидно, очень интересные, что это было не очень интересное. В общем, это очень интересное. Большое спасибо всем подкладчикам. Спасибо вам за внимание. Желаю удачное контакт. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...